Они появились из молодежного крыла российского аграрного движения. Летать им хотелось все выше и проблемы решать на серьезном уровне. Поддержку получили у прошлого министра сельского хозяйства Александра Гордеева. Это было три года назад. Ольгу Платошину, в то время лидера Рязанского союза сельской молодежи и еще 10 представителей регионов пригласили подготовить учредительную конференцию. Потом выбрали председателем. За период работы нашей организации мы постарались взять для себя несколько основных направлений. Первое – это трудоустройство. И мы понимаем, что не всегда те условия, которые нам предлагают, нас устраивают. Пожалуй, этот постулат и стал лид-мотивом всей беседы. Жить и работать на селе так, как хочет сама молодежь. Она предлагает. Российский союз сельской молодежью мог бы выступить с инициативой для того, чтобы приравнять такие специальности, как агрономия и агрореженерия, к альтернативной службе в армии. Такой неожиданный вопрос почти выбивает у гостей почву из-под ног. Но агрономы нужны и, возможно, стоит вернуть в аграрные вузы военную кафедру. Правительство приняло решение об увеличении стипендий студентам и аспирантам экономических специальностей и направлений. Возможно ли что-то подобное, конечно же, с помощью российского союза сельской молодежи для студентов и аспирантов аграрных специальностей? У нас увеличиваются стипендии с 1 сентября 2012 года для аспирантов естественных и технических наук. Вот только естественных технических 6 тысяч, докторанты 10 тысяч. А потом у нас по поводу аграрных специальностей, если говорить про профиль, то мы уже говорили об этом. В целом, то, что вы говорите правильно, решение есть. Сегодня единственное вопрос по бюджетным средствам. Не мог бы Российский союз сельской молодежи выступить инициатором организации такого фестиваля для аграрных вузов в Приморском крае, Сибири, Дальнего Востока? Но мы какую-нибудь агрозиму точно, во всяком случае, задумываем по творчеству. Причем есть идеи провести это по федеральному округам, а потом сделаем такой, как галоконцерт в Москве. Я думаю, что мы это и потянем, и технически потянем. У нас, конечно, будут, надеюсь, что ректоры нас поддержат, будут финансовые вопросы к тому, как нам по дороге решить. Вопрос перелетов – один из самых острых. Однако совместная учеба для региональных представителей необходима. К примеру, составить тот же бизнес-план и то проблема. А в этом году начинает свою работу программа «Начинающий фермер». Для организации своего дела ребята, которые закончили аграрное учебное заведение, либо уже три года имеют опыт работы на сельской территории непосредственно, пишут бизнес-планы в соответствии с требованиями, непосредственно там ряд документов, но в частности, что они, например, уже около года занимаются крестьянским фермерским хозяйством, либо личным подсобным, что у них есть понимание этого развития, чтобы эти, конечно, денежные средства были вложены объективно и правильно. О бизнесе молодых аграриев и налоговом бремени тоже говорили. Но, как всегда, по окончанию создалось впечатление, что о чем-то сказать не успели. Ребята задавали вопросы те же, которые волнуют ребят и в других регионах. Это означает, что они сложные не только у вас, но и по всей стране. Решить озвученные проблемы Ольга Платошина не обещала, но заверила, что о них узнают на высшем уровне. Виктория Титаренко, Игорь Антонов, Телемикс.